Адель Шамилова Я помню чудное мгновение. Лицеисты окунулись в эпоху 19 века. У французов господствует мнение, что многие научные открытия создавались только ими. Но это не так, ведь наука – дело мировое. Кстати, представители Перистейдж посетили КФУ. А для чего – расскажем далее. КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И то, что любой научный центр не может существовать без международного обмена как студентами, так и профессорами. Поскольку методы и подходы к проведению научной и образовательной работы в разных точках мира отличаются, и умение их применять очень полезно для развития. Стоит отметить, что Перистейдж особенно заинтересован в создании совместных программ двойных дипломов с вузами по всему миру. Это наверняка позволит студентам Казанского федерального не только получить многогранные знания, но и быть осведомленными о предложениях в работе в будущем. Аделья Шемилова, Руслан Урозаев, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся межрелигиозный диалог. На Круглый стол приехали гости из разных стран. Какие вопросы обсуждали на встрече, узнаем в следующем сюжете. 29 октября в Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского университета состоялся Круглый стол, посвященный вопросам христианско-мусульманского диалога. Он прошел в рамках международной конференции «Христиане и мусульмане в России и Франции. Интеграция и новые вызовы». Помимо Казанского федерального, организаторами конференции выступил и Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Республика Татарстан занимает в стране передовые позиции, особенно в вопросах, которые имеют актуальное значение для нас. Это повышение уровня религиозных знаний как у всего населения, так и у людей, которые призваны проповедовать учения. Мне кажется, что и у нас нехорошо знают, что происходит в России в этом отношении. Они даже не имеют точное представление, что такое ислам в России. И я думаю, что у вас не совсем нехорошо знают и наш опыт. Поэтому интересно просто обменивать опытом, чтобы решить очень много проблем сходных, похожих. На круглом столе обсудили взаимоотношения двух религий. В создавшихся условиях такой сложной международной обстановки необходимо вместе решать вопросы, связанные с угрозой радикализма и экстремизма. Подобные встречи имеют важное значение для обмена мнениями и опытом, чтобы укреплялись и развивались межнациональные отношения между странами. Анна Глазунова, Леонар Товлетяров, Универа Ньюс. Принято считать, что последнее слово за журналистом. Так ли это? Ответ кроется в нашем следующем сюжете. Как правило, СМИ всегда должны говорить правду. Однако замечено, что сегодняшняя реальность несколько отошла от золотого правила. Именно отсюда берут свое начало желтая пресса, интриги и огромные заблуждения о профессии журналиста. Очень своевременным и полезным оказался семинар-практикум на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. С Казанской коллегией по жалобам на прессу для представителей СМИ. Одной из тех, кто мог преподать урок профессионализма, стала председатель Союза журналистов Республики Затарстан Рима Ратникова. Открыв мероприятие, она высказала свое отношение к правде. Я много лет являюсь председателем Союза журналистов, но вот органа саморегулирования, а сейчас уже у нас есть своя коллегия Казанская, ИСО регулирования, пока мы на ноги поставить не можем. Поэтому, конечно, возлагаем большую надежду на то, что как-то мы еще должны и подучиться, и что-то новое узнать, и научиться. Мы, может быть, более смелыми быть и более требовательными по отношению к себе, и более взыскательными по отношению к тем, кто нарушает наши этические нормы на нашем медийном поле. На площадке форума были затронуты многие острые темы современности, такие как этика освещения религиозных чувств в интернете, поведение в соцсетях, основные признаки пропаганды, проблемы, задачи и пути их решения. Кстати, многозадачная встреча покорила внимание не только опытных журналистов, но и студентов Казанского федерального. Безусловно, здесь каждый смог ощутить не только значимость выборной профессии, но и полностью осознать, насколько ответственно нести на себе бремя правды. Аделя Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Десять первокурсников Казанского федерального университета получили сертификаты об участии в программе «Альфа-шанс», наименную стипендию для самых талантливых и перспективных ребят России. Подробности в нашем следующем сюжете. «Помощь талантливой молодежи и профессиональная поддержка завтрашних специалистов – это, пожалуй, неотъемлемая часть социальной политики «Альфа-банка». Специально для этого была разработана стипендиальная программа «Альфа-шанс», которая объединяет около 300 студентов лучших российских вузов, помогая максимально реализовать свои интеллектуальные способности. 28 октября в Музее истории прошло вручение 10 сертификатов именной стипендии для самых талантливых и перспективных ребят Казанского федерального. На самом деле очень, как сказать, классно, что вот можно участвовать, да. Ну, это, во-первых, можно как бы деньги получать, во-вторых, и новых друзей, близких по духу, можно завести, вот. Ну, безусловно, это неплохой старт. Программа «Альфа-шанс» реализовывается на базе 16 ведущих вузов Российской Федерации, в том числе и КФУ. Целью программы является создание для студентов первого курса необходимых условий, способствующих их интеллектуальному развитию, профессиональной ориентации и продолжению образования. Программа является полностью благотворительной, поскольку стебезиаты не имеют перед банком никаких обязательств. Это самая крупная частная стипендия в России, наплачивается два года, в том числе в калликулярный период. И для многих ребят, с которыми я беседовал, это деньги, конечно, очень важная вещь, это заработанные деньги, но это еще и возможность доказать себе, что ты можешь. В завершении торжественной встречи студенты удивили гостей не только творческими выступлениями, представив вокальные номера, а также подарили «Альфа-банку» коллаж собственных фотографий, самыми искренними и теплыми словами. А представители «Альфа-банка» преподнесли научной библиотеке имени Лобачевского старинные книги 18-19 века, которые теперь пополнят коллекцию отдела редких рукописей и книг. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». Трое ученых представили КФУ на астрономическом конгрессе в США. Доклады ученых были посвящены определению положения центра масс-Луны, фрактальному анализу нашего естественного спутника и проблемам физической либрации Луны. Учителя лицея Лобачевского КФУ поделились опытом с педагогами из Университета Дрездена. Директор лицея Елена Скобельцина отметила перспективы международного сотрудничества и поделилась результатами внедрения инновационной модели профессионального становления современного учителя. В школах Татарстана намереваются узаконить детский труд. Дети будут учиться работать на пришкольном участке, убирать классы и выполнять сельскохозяйственные работы. Стартовало голосование за победителя народной интернет-премии «Мой любимый детский врач». Самого любимого детского врача Татарстана отправят в Париж. Команда Академии спорта стала победителем полуфинального этапа Всероссийского чемпионата среди команд образовательных организаций высшего образования. На стадионе «Буревестник» завершили соревнования полуфинального этапа Всероссийского чемпионата. Студент Кокнетукаи Алина Якупова номинирована на звание «Студент года Международного конкурса коммуникационных проектов «Ивентиада Овардс-2016». Ей предстоит защитить свой проект «Зеленый фитнес» перед авторитетным жюри 10 ноября в Москве. Казань, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Тюмень. Что объединило все эти города? Узнаем в следующем сюжете. В Институте филологии межкультурной коммуникации Казанского университета имени Льва Толстого прошла акция «Татарща-диктант». Цель акции – повысить культуру грамотного написания текстов на татарском языке, проверить орфографические и грамматические ошибки. Такие мероприятия проводятся не случайно. Сейчас необходимо повышать интерес к истории, культуре и традициям татарского народа. С целью привлечения татарской молодежи к грамотному написанию на татарском языке. И в целом это, я думаю, акция, которая приручена именно популяризацией татарского языка. За партами проверить свою грамотность собралось более ста человек. Это люди разных возрастов, старшее поколение, школьники и студенты. Мы приехали из набережных Челнов, шестая школа, русскоязычная школа. Мы приехали специально для этой акции, чтобы проверить свои силы, поучаствовать в этой важной акции для всего нашего народа, для всех татар. Акция прошла в семи городах России, а также в Павлодаре, Казахстан и Бишкеке, Кыргызстан. Перед началом диктанта участники поприветствовали друг друга по скайпу. Мне кажется, если смотреть в зал, тут есть какое-то объединение. Объединение только в Казани, а по всей России, где собираются татары. Они видят, мы же общаемся, смотри в Казани сколько пришло, у нас сколько пришло. И здесь они увидят старых знакомых от общения. Собравшиеся написали отрывок из рассказа татарского писателя Амирхана Яники Жиз Канграу. А текст произведения прочитал заслуженный артист Республики Татарстан, актер театра имени Галиаскара Камалов Анис Зиганшин. После написания диктанта в течение недели тексты проверят специалисты, доктора, профессора, доценты, высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдулы Тукая. После проверки диктанта участникам будут отправлены сертификаты с результатами. Анна Глузнова, Леонардов Литяров, Универ Ньюс. По традиции в конце осени учащиеся лицеи имени Лобачевского окунулись в эпоху XIX века. На этот раз они примерили на себе образы героев пушкинских произведений. Настоящие дамы-кавалеры кружились в вальсе. Прекрасные барышни музицировали на рояле. Подробнее в нашем сюжете. 28 октября в Казанской ратуши царила атмосфера XIX века, где кавалеры – настоящие рыцари чести, галантны и учтивы, где дамы сводят с ума одним взглядом украдкой из-под веера. Для лицея имени Лобачевского проводить бал в конце осени – это уже традиция. И каждый год праздник имеет свою тему. На этот раз он посвящен поэзии Пушкина, хранителю русской культуры. Конечно, поколение, которое растет на айфонах и айпадах, но тем не менее, вот тяга к культуре, тяга к духовному, нравственному, тяга к поэзии в них есть. И они с удовольствием учат стихи Пушкина, с удовольствием рассказывают их. А в бале участвует 95% лицеистов. Это говорит о том, что есть стремление среди ребят именно окунуться, погрузиться в эту атмосферу XIX века. Лицеисты отнеслись к мероприятию с большой ответственностью. Каждый пытался передать образ Пушкинской эпохи. Показывали сценки из разных произведений классика, читали стихотворения великого поэта. Настоящие дамы-кавалеры кружились в вальсе. Все это помогло участникам и гостям насладиться светским мероприятием того времени. Неотъемлемой частью осеннего праздника для лицеистов является конкурс Королева Бала. Пять представительниц 11 класса претендуют на это звание, демонстрируя свои таланты. Участницы должны были представить свой образ героинь произведения Пушкина. И каждая выбрала свое амплуа по душе. Несмотря на то, что все выступления девушек были изящными, жюри все-таки пришлось выбрать только одну победительницу. Из большой интриги для зрителей была объявлена Дарья Чудакова из 11 Е. Корона ей вручила победительница прошлого года, бабушкина Даяна. Это было незабываемо. Мы к баллу готовились очень долго. Лично я на это потратила очень много сил, чтобы поставить танец, шить это великолепное платье, подобрать сценарий, сочинить это все. Это очень много сил стоит у меня. Самое главное быть уверенной в себе. А второе – это поддержка твоих родных. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетяров, Универньюз. Казанские студентки еще раз доказали, что баскетбол не только мужской вид спорта. Что умеют прекрасные казанские спортсменки, стало известно и нашей съемочной группе. Смотрим. 28 октября прошел седьмой соревновательный день в рамках чемпионата Республики Татарстан по баскетболу среди женских команд. На площадке встретились сборные Кнету Кахты и КГАСУ. В начале данного матча инициативу в ходе игры взяли на себя девушки сборной Кахты. Благодаря успешным владениям мячом и практически полным доминированием на площадке, Кахты смогли создать хорошее преимущество. По словам и эмоциям болельщиков, трудно не согласиться, что матч выдался действительно напряженным. В камбеке мало кто верит, но такое случается. Так и здесь, под конец матча сборная КГАСУ смогла перевести ход игры в свою пользу и довести матч до победы. Итоговый счет 54-44 победы Архитектурно-строительного университета. Поздравляем КГАСУ с победой и надеемся на такие же красивые матчи, но уже в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань», первые игры которого состоятся 26 ноября. Адель Шамилова, Максим Орлов, Универньюз. Студенты Казанского федерального навестили слабовидящих детей школы-интерната города Лаишево. Добровольцы провели малышам мастер-классы и поиграли в развивающие игры. О небольших подвигах больших людей расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете множество молодежных клубов и секций. Среди них танцевальные и вокальные коллективы, команды КВН, актеры и поисковые отряды. Но есть ребята, задача которых – помощь детям-сиротам и организация благотворительности. Совсем недавно студенты социального комитета и мы в КФО посетили Лаишевскую школу-интернат для слабовидящих. Они такие же дети, у них такие же какие-то… ну они балуются, хулиганят и нет разделения такого. Чтобы люди никогда не разделяли с какими-то особенностями детей, мы именно ездим и показываем студентам то, что все люди одинаковые по сути. Учащиеся первых третьих курсов со всех отделений Института международных отношений истории востоковедения сами проявили инициативу в поддержку слабовидящих детей. В программе первой серьезной поездки студентов были творческие мастер-классы, праздничный концерт. Я лично проводила художественный мастер-класс, где дети должны были создавать рисунки. У детей очень развито творческое мышление, они очень творческие во всех смыслах. Они бегали с одного мастер-класса на другое, они поучаствовали во всем, что только можно. И еще мы очень сильно были поражены тому, что у детей развито знание литературы. Они знают очень много пословиц, поговорок, сказок. Встреча прошла не без приятных сюрпризов. Студенты подарили детям наборы для развития творческих способностей и мелкой моторики рук. Стоит отметить, визит в Лайшевскую школу-интернат далеко не последнее доброе дело добровольцев. Совсем скоро они планируют посетить и другие детские дома республики. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Время пролетело слишком незаметно, и нам уже пора прощаться. Не унывай, мы встретимся совсем скоро. Будь с нами, будь в теме. Пока!